Здравствуйте! Наша программа продолжается. В нашей студии клинический психолог Лилия Бормусова. Понятно, что увиденное в нашем сюжете показывает не очень хорошую ситуацию в семье. А чем может помочь психолог таким парам? Давайте об этом и поговорим. Доброе утро, Лилия! Доброе утро! Лилия, с какими проблемами чаще всего обращаются семьи? С непониманием, с тем, что у них в процессе их быта возникают разные взгляды на одни и те же ситуации. Также, конечно же, это кризисы в отношениях, финансовая нестабильность тоже ведет к непониманию. И самое страшное – это измены. Обязательно ли приходить парой? Насколько мы знаем, мужчину очень сложно привести к врачу и к психологу тоже, конечно же. Желательно на первую встречу прийти парой, если действительно именно оба хотят восстановить как-то свои отношения. Сохранить. Сохранить, да. Но чаще всего, конечно же, как бывает, хоть и приходят парой, но всегда нужно кому-то одному. То есть, или мужчина, или женщина заталкивают свою вторую половинку к психологу. Да. А есть ли какие-то универсальные схемы работы с семьями? Так ли все это одинаково у всех? Прямо универсальной схемы, конечно же, нет. Семья – это ячейка общества, и, конечно же, каждой семье нужен индивидуальный подход. То есть, естественно, это и не одна встреча, если действительно они хотят учиться взаимодействовать с друг с другом. Это и работа совместная, и работа по отдельности с каждым членом семьи. Да. А бывают ли такие ситуации, когда вы все же советуете семьям развод, особенно, ну, женщинам? И женщинам, и мужчинам бывают такие ситуации. Это связано с насилием в семье, с зависимостями, где партнер ни в какую не хочет меняться. И именно с подавлением партнера в семье. То есть, когда вот идет, ну, такой есть термин в психологии, называется абьюз. Это когда один из партнеров очень сильно давит на другого, обвиняет во всех грехах, абсолютно во всех. Но при этом себя считает во всем правом. И семья тут рушится. Моральный тиран. Моральный тиран, да. И здесь, если он не хочет действительно меняться, то... Лучше разойтись. Лучше разойтись. Будет спокойней. А каким образом, помимо того, что вот, ну, можно посетить психолога, вот, ну, не хочет он, она не хочет тоже. А каким образом найти, есть ли способ прийти к общему внутри семьи? Вот мы посмотрели сюжет, где пара сначала разругалась, а потом вроде как они помирились. И там было видно, как она сделала первый шаг, и он вроде смягчился. Без психолога, без помощи психолога. Можно попробовать, конечно же. То есть, в любом случае, надо постараться до психолога что-то попробовать самостоятельно. Во-первых, конечно же, это стараться говорить друг дружке о своих каких-то вот непониманиях. Не надо сразу же все принимать на свой счет. Нужно переспрашивать, так ли я поняла тебя, что ты имел в виду. Не нужно заранее заниматься такой ошибкой, которая называется чтение мыслей. То есть, вот он так на меня посмотрел, значит, он решил, что я не права. Включайтесь на видящего не надо. Ни в коем случае не надо. Нужно всегда переспрашивать, так ли это, то ли это. Принимать на свой счет сразу же тоже не нужно ничего. То есть, спрашивать спокойно и без обвинений. Ну и, наверное, самый серьезный вопрос. И задам его, наверное, и я. Скорее всего. Стоит ли прощать измену? Это индивидуально. Все-таки индивидуально. Это вопрос, потому что всегда по-разному. Но если вот тот человек, который изменил, скажем так, он признал свою ошибку, и он готов жить в этой семье дальше и просит прощения, ну вот психологически женщине или мужчине сложно это пережить. Это в любом случае сложно. И это еще зависит от того, готов ли партнер принять это. То есть, готов ли он сам для себя простить. То есть, в такой ситуации лучше, наверное, все же к специалисту обратиться, чтобы вместе разобраться вот в такой очень сложной, мне кажется, ситуации. Да, это действительно сложно. Но могу сказать, вот по своей деятельности бывает очень часто, что измены прощают. Но с условием, что там все-таки идет полный разбор. Да, ну, наверное, так. Потому что все же жить с этим и не думать о том, что, а вдруг это повторится, наверное, очень тяжело. Это вот это нужно еще, наверное, с этой проблемой бороться. Да, это очень тяжело. Но, опять-таки, то есть, вот партнер полностью признает свою вину, ошибку, и другой партнер тоже. Потому что в любом случае, вот, все эти конфликты, проблема всех членов семьи, возникновение подобных конфликтов. Да, да, да. Самое главное сесть за стол переговоров и все же... Да, самое главное найти грамотного специалиста, который действительно поможет разобраться, а самое главное сохранить покой и порядок. Спасибо большое, Лилия, за такую занимательную беседу.